С начала декларационной кампании за продажу недвижимости или имущества, сданного в аренду, а также за дорогие подарки, полученные не от близких родственников, всем жителям края нужно отчитаться до конца апреля. Декларации подают активно, но пока не все. Впрочем, куда острее стоит вопрос по новшествам, которые затрагивают мелкий бизнес, точнее предпринимателей и торговцев. Сегодня в крае на рынках торгуют порядка 2000 человек. 500 из них утверждают налоговики, онлайн кассы не потребуются. А вот оставшимся полутора тысячам обязанности по установке контрольно-кассовых аппаратов не избежать. На сегодняшний день сотрудники налоговой службы разослали уже порядка 800 уведомлений. То есть мы привязали каждого торгующего к конкретному его обязанности и отслеживаем уже в электронном режиме. Если мы результата не видим, то мы уже вот сейчас с апреля месяца вынуждены будет граждан, которые не вняли профилактической работе, привлечь к административной ответственности. Нужна онлайн касса продавцу или нет, зависит от того, что он продает. Если это мед собственной пасеки, к тому же в больших количествах, деятельность торговца приравнивается к предпринимательской. Аналогично ситуации с бабушками, которые продают свои изделия на улицах. Им тоже необходимо зарегистрироваться как самозанятым, говорят в налоговой. Но есть и исключения. Граждане, которые реализуют излишки собственных приусадебных участков, они не должны, ну то есть мы понимаем, да, это вот бабушки там сидят, ну кто-то привез там курочку еще и так далее. У них обязанности применения ККТ не будет. Еще одна новелла – социальный вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Иными словами, часть затрат на посещение фитнес-залов и спортивных секций можно будет вернуть. Но только со следующего, 2022 года. Для этого нужно предоставить копию договора и кассовый чек. Мы как рекомендуем, вы сейчас уже, если услуга у вас это есть, вы востребованы, несете расходы, уже договора подбираете и платежные документы и заявите на будущий год. По спортивному вычету вернуть можно будет 13% от расходов, но их лимит не безграничен. Максимальная сумма – 120 тысяч рублей. К слову, получить такой налоговый вычет можно будет как на взрослого, так и на ребенка.